дорогие мастера всем привет сегодня на видео хотелось бы уже давно не было такого видео в таком формате да что я наращиваю поэтому хотела сделать с кем-то его эксклюзивным и сегодня я хочу поговорить с вами о наращивании рядами ряды у нас у клиентов бывают разные их бывает достаточно много от 3 до 10 рядов до более пяти рядов это уже в 3d может получиться мега такой мега объем да даже если вы 3d делаете сейчас я рисую схемку как выглядит наша схемка и вообще что это за наращивание коммерческая то есть девушки я наращивала не для того чтобы просто снять на видео а для того чтобы она ходила и радовалась этим ресничком поэтому в коммерческом наращивание допустимые нарастание объема да на более слабые зоны мы используем минимальные объемы 2 3d то есть вот сейчас вы видите внешний угол я прорабатываю 2 3d по нарастающей и так мы сейчас дойдем буквально по одной ресничке мы будем доходить до объема 5 7d и на этом объеме я остаюсь аж до внутреннего угла с внутреннего угла я начинаю опять же облегчать немножечко объем это будет до 3d потому что наращивание коммерческой девушки с ним ходить и должно быть комфортно ресницы должны носиться хорошо я на свое усмотрение делаю смотрю по ее ресницам где желательно бы облегчить и сделать удлинить как бы нос куда ресниц то есть я не могу поставить на слабую ресницу очень тяжелый какой-то пучок большой потому что я понимаю что он там будет меньше держаться чем например что-то легкое тоже воздушная и объемная и так сейчас вы видите пучочки у нас идут уже 6 7d и это будет держаться до середины глаза даже больше потом уже понемножечку я найду переходить начну переходить на 5 4 и внутренний уголочек это будет 3d что эксклюзивного еще в этом наращивание то что сейчас очень популярно наращивание цветными ресницами особенно колорирование какая-то колористика какое-то создание какого-то стиля определенного и здесь я буду выполнять наращивание ресниц градиент переход от светло-коричневого более темно-коричневый и в черный цвет смотрится нереально круто клиентам которым я делаю такое наращивание пишут комментарии мне просят что не сделай следующий раз делать точно такой же очень много слышат комплиментов от окружающих это очень красиво только вы не делайте такое там клоунская какой-то наращивание да разные разноцветные это тоже ни к чему я понимаю что сейчас весна все классно но надо все равно быть как-то чувствовать это чувство стиля чтобы присутствовала да то есть очень популярны коричневые цвета и вот коричневый с переходом в черным экспериментируйте даже не экспериментируйте а творите вот творите вот такие шедевры так красивая когда ваши клиенты будут безумно довольны что им создали вот такой вот эксклюзивный какой-то вариант которого нет ни у кого на глазах да теперь давайте поговорим относительно схемы здесь я использую три изгиба это будет внутренний уголочек c срединка ближе к средине это d и середина уже переход d плюс r вы можете часто обратить внимание написано да вот внешний угол здесь вообще для чего не могу сказать что у девочки слишком упущен внешний уголочек да но мне хотелось приподнять прям сделать этот черный хвостик вот приподнять как так знаете вытянуть его вот такой вот сделать как кошачий глаз вверх чуть-чуть приподнять и по результату вы посмотрите что это все таки получилось акцент был сделан максимально на черном цвете а коричневый здесь уходил более ровно чтобы был менее заметным и вот выделить ярко этот уголочек сделать красивые такие вытянутые глазки да поэтому ресницы здесь использовались также разной плотности толщина 0 0 5 и 0 0 7 для того чтобы облегчить нижний ряд чтобы ресницы не опускались была использована толщина 0 0 5 и верхние ряды была толщина 0 0 7 зачем это делается да это безумно честно говоря это очень большой труд это сложная работа но она того стоит когда твои клиенты тебе благодарна она очень того стоит потому что ты сам когда наращиваешь смотришь на результат ты понимаешь что вот вот это наращивание ресниц это выглядит красиво это уже не примитивные черные ресницы хотят чтобы вы понимали черные ресницы бывают тоже очень во многих оттенках то есть черные ресницы могут быть угольно-черные могут быть серые могут быть матовые могут быть глянцевая 다�то То есть вариация чёрных ресниц очень большая. Здесь у нас был переход от молочных ресниц к коричневым и хвостик, просто матовые чёрные ресницы. Сейчас какой результат у нас получился, вы посмотрите. Конечно, я уже, так как я, можно сказать, скоро стану опытным фотографом ресниц, могу сказать вам, что видео не передаёт вот этой вот колоссальной энергетике этих ресниц. Потому что в жизни они, это творение, если честно. Не могу так прям себя расхваливать и нахваливать, потому что это подвластно каждому. То есть вы можете творить ещё более гениальные какие-то варианты. Но на самом деле обратите внимание, что девочка светленькая, рыженькая. И сделать ей полностью рыжие ресницы, вы посмотрите на её брови, она бы сейчас была просто рыжиком. Поэтому нужно иметь вот это чувство меры, да, когда можно сделать с переходом вот таким вот, как бы, и сделать мягкость в глазике, да. И тем же временем выделить его максимально сильно, да. Рекомендую вам попробовать именно такое наращивание. Я думаю, что когда вы увидите эти реснички вживую, вы будете понимать, что это действительно очень красиво выполненная работа. Надеюсь, моё видео вам было полезно. По поводу рядности, вкратце, в нескольких словах пробежала, вам рассказала. То есть здесь была суть в том, что нижний ряд мы прорабатывали более длинными ресничками, да, средний и лёгкими. Средний ряд, это были чуть плотнее ресницы с толщиной 0,7, немного короче, да. Ну, в общем, если вы остановите видео и посмотрите на схему, я думаю, вы всё поймёте, потому что там были написаны все цифры, все буквы и тому подобное. Кому интересно, пишите комментарии под видео. Я сделаю прямо схему, вам покажу, как наращивать конкретно рядами. Также вот наш полный результат. Всем пока-пока, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова